В этом году начало зимы в областном центре Восточно-Казахстанской области и его блестежащих окрестностях выдалось малоснежным с частыми ветрами и оттепелями, изредка сменяющимися обильным снегопадом. Большой город живет по устоявшемуся графику, порой однообразному и скучному. Утром буквально в потьмах люди спешат на свои рабочие места, боясь опоздать на переполненный автобус, а вечером торопятся поскорее оказаться в уютной и теплой квартирке, по пути запасаясь жизненно необходимыми продуктами. Трудовые будни пролетают незаметно и стремительно, складываясь в недели, месяцы и годы. Прошел ровно год с уже ставшей традиционной поездки на берег Иртыша, а память все еще хранит приятные воспоминания и моменты, будто бы все это было еще вчера. В ожидании длинных выходных с большим удовольствием пересматриваю фильм о прошлогодней встрече со старым другом, состоявшейся в декабре 2020 года. Интересно, какая она будет, новая встреча, ожидание которой переполняет. Друзья, всем привет! На дворе середина декабря. Это значит, что впереди нас ждет очередная ежегодная встреча со старым другом, рекой Иртыш. Не знаю, получится ли пробраться сюда сегодня, потому что два дня задувает очень сильные ветра. Сейчас он буквально пронизывает, заскакивает во все щелки, которые не удалось прикрыть одеждой. Сейчас свернул уже на проселочную дорогу, началась небольшая зубодробенка, поэтому немножко стравлю колеса, потому что в любом случае их придется спускать до низшего давления. Выпью немножко чайку для согрева и продолжу оставшийся путь длиной в несколько десятков километров. Ну вот, колесики подспустили. Немножко, чтобы ехалось мягче. Надеюсь, что там дорожка позволит доехать до того места, куда езжу каждый год. Сейчас немножко согреюсь и продолжим движение дальше в прямом направлении. К моему удивлению и вопреки всем опасениям, дорога оказалась весьма дружелюбной. На всем пути попалась лишь пару переметов, преодолеть которые не составило особого труда. По сравнению с предыдущим годом можно отметить, что декабрь этого года выдался аномальным. Ни снега, ни морозов, лишь лютые ветра, в буквальном смысле сметающие все на своем пути. Многолетний опыт наблюдений уже начал складываться в статистику. Будто работник удаленной метеостанции, я каждый год в одно и то же время спешу снять показания и записать их в журнал наблюдений, чтобы в последующем их можно было использовать для анализа изменения климата на планете Земля. Продолжение следует... Ну наконец-то добрались до этого места. Признаюсь честно, последние несколько месяцев я грезил желанием попасть сюда. Ровно год назад я был на берегу, именно в этом месте, немножко подальше. Сегодня я встал под деревцами, потому что здешнюю тишину и спокойствие нарушает ветер, которым предупреждали со вчерашнего дня. И здесь он довольно-таки сильный. Поэтому послушать старого друга сегодня не удастся. Но ветер способствовал тому, что дорога вполне себе проезжабельная. В этом году снега очень мало. И даже видно лед, который покрывает реку ледяным панцирем. В прошлом году, далеко до горизонта, все было покрыто снегом. Сегодня снега в этом году не так уж и много. Немножко продрог, сейчас буду переодеваться, одевать валеночки на ноги. Попью еще немножко чайку, подсогреюсь и погуляем вдоль этого бережка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Несмотря на радость от долгожданной встречи, омрачал сегодняшнее пребывание в этом уютном месте сильнейший ветер. Не было никакой уверенности в том, что удастся снять хоть какие-либо кадры, не запортив их. Тренога едва держалась на своих длинных тонких ножках. С головы то и дело срывало капюшон, а руки теряли чувствительность и не ощущали боли. То и дело в голове возникала мысль, что я здесь делаю, зачем сюда приехал. Но я продолжал чего-то ждать, упорно передвигаясь от одного укрытия к другому. Солнце едва пробивалось сквозь серые облака, застилавшие небосвод сплошным ковром. И лишь где-то вдали виднелись проплешины голубого небосвода, свидетельствующие об изменении погоды. Если с дорогой сегодня получилось более легко, чем в прошлые года, то с погодой сегодня уж точно не повезло. Видно, что погода меняется. С одной стороны небосвод проясняется и выгоняет тучки. Но ветер просто ужасный. Сейчас с трудом добрел до очередного лесочка, укрылся здесь. Отогреваю немножко руки, которые, честно говоря, просто замерзли, держать штатив и камеру. Губы, лицо, все сковано от этого ветра. А на горизонте увидел несколько черных точечек. Судя по всему, это рыбаки. Я даже не представляю, каково сейчас приходится им. Они как пингвины сидят все спинами к ветру и еще что-то ловят, рыбачат. Это нужно просто быть истинным ценителем, любителем своего дела. Вскоре вдали показался островок из камышей. За ним еще один и еще. Это начало широкого устья Убы, разливающийся в этом месте на множество ответвлений и речушек. И в конечном итоге сливающийся с Иртышом. Пройти все устья от одного берега Убы до другого не хватит ни времени, ни сил. По крайней мере, сегодня. Да и замерз я уже порядком. Легкий минус с ветром оказался куда страшнее сильного мороза и безветренной погоды. Нахожу в камышах тихое местечко, куда ветер не в силах запустить свои извивающиеся, цепкие и холодные щупальца. Теперь можно немного передохнуть, насладиться свободой и простором, который едва найдешь в плотной городской застройке из многоэтажек. КОНЕЦ Стремительно и незаметно летит время, подобно этим постоянно сменяющим друг друга облакам. Поднимешь голову, а над тобой уже совсем другая картина, совершенно не похожая на ту, что была пять минут назад. К вечеру погода начала меняться. Плотный ковер из облаков уступил место голубому небосводу. Ярко и весело заиграло солнце, гоняя свои лучи сквозь бесчисленное множество льдинок, который Иртыш вытолкнул на поверхность, демонстрируя свой непокорный нрав и характер. Мимолетна была наша встреча. Тем не менее, пора собираться в обратный путь, сменив эту сказочную красоту на шумный и тесный город с его плотной застройкой из многоэтажек. Вновь окунусь я в трудовые будни, монотонно складывающиеся в недели, месяцы и годы. Пройдет ровно год, и мы увидимся вновь, а до этого момента память будет бережно хранить воспоминания сегодняшнего дня, создавая впечатление, что все это было еще вчера. Вот и подходит к концу сегодняшний день, и сегодняшняя ежегодная традиционная вылазка, путешествия именно в это место. Уже, наверное, третий или четвертый год подряд я выбираюсь именно на этот пятачок, чтобы полюбоваться красотами. Несмотря на легкую дорогу, ветер был просто сногсшибательный, можно так сказать. Было невозможно ни снимать, ни передвигаться. Замерзли руки, замерзло лицо. Я сейчас даже не могу улыбнуться, чтобы выразить те чувства, которые испытываю на самом деле. Но к концу дня природа стала немного благосклоннее, и сейчас за моей спиной можно наблюдать великолепные кадры заката солнца. Каждый год я наблюдаю эти кадры. Это яркие и сочные краски, которые невозможно передать никакими средствами видеосъемки, никакими словами. Сейчас буду потихонечку собираться, прогревать машину, отогреваться. Выпью кружечку чая и уже направлюсь в сторону города. Ну а на этом не прощаюсь, а говорю до новых путешествий и до новых фильмов. Какой бы ни была холодная эта зима, будем стараться выбираться в какие-нибудь интересные места. Всем удачи, здоровья и всего самого доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok